Во-первых, спасибо болельщикам, которые приехали нас сегодня поддержать. Думаю, игра оправдала ожидания. Боролись как могли. Не хватило немножко в концовке, обидно. Где-то там в ротации чуть-чуть не хватило, когда пару человек за пять фоллоу село. Попади последний бросок. А так, не хватило немножко. Обидно. Игра оправдала свои ожидания. Подняла настроение болельщикам. Как и Одесса, я думаю, так и Южного. Спасибо им за поддержку. Хорошая была атмосфера, приятная. По игре, вы же сами видели, наша команда чуть-чуть, я так мягко говорю, чуть слабее Южного. У Южного свои проблемы. У нас свои проблемы по турнирной таблице. Южный играл Еврокубки. Мы играли чемпионат. То есть, как бы находились в таких чуть-чуть разных полюсах позиции по сегодняшней игре. Ну, видите, мы... Не хватило нам людей. То есть, получили фолы люди, три человека, и у нас не хватило ротации. Те люди, которые выходили на замены, они, ну, скажем так, не помогли команде сыграть более достойно. А команда Южного, она другого уровня, играла в Еврокубке, и закалилась в этих баталиях, и она мелочи эти не прощает. Это подборы повторные, это свободные броски, и это легкие мячи, и плюс фолы тоже, когда команда, ну, по крупицам так, собирается победа. Мы эти компоненты... Сегодня у нас просто, что люди больше времени играли, и не забили свои мячи, и не подобрали простые мячи. Вот в пятиминутке один подбор, как бы, решил уже всю судьбу, мы даже ни одного очка не забили, просто уже не хватило сил у ребят. Так, спасибо за борьбу, как одной, так и другой команде. Спасибо большое. Есть вопрос? Да. Скрипец хорошо начал, потом как-то вы его нечасто использовали, и чем можете объяснить? Ну, это пусть он объясняет, наверное. Как бы, тренер дал сомнение, как и мне, как и моему помощнику. То есть, там были моменты, которые в борьбе он должен был подбирать, не принимал неправильные решения. Ну, видно, перенастроился, хотел себя показать, и не получилось, наверное, играть сильнее. А по остальным новичкам вашей команды, как можете сказать? Остальные, это кто новички? Я не до Полторацкого, или... А, Полторацкого и Жука, ну, Полторацкого у нас в роли ротации, мы его взяли, как бы, чтобы он нам помогал. Но пока он вписывается в коллектив, и тяжело пока оценивать его игру. Но в прошлой игре с Николаевым он нам помог, вышел на определенный отрезок, и как он только будет в хороших кондициях, тогда можно уже оценивать игрока, и больше времени, если он завоюет, докажет, что он сильнее остальных игроков-то, да, я думаю, можно будет уже о нем говорить. По Жуку, да, он... Есть у него неуверенность, мы знаем, что может играть сильнее, и работаем над этим. Поэтому у него все в его руках, и мы даем ему игровое время, шансы, и надеемся, что он себя проявит. Скажем так, мы ждем от него лучшего. Спасибо за поздравления. Ну, эмоции, на самом деле, не самые положительные, так как ожидали мы не такой, конечно, игры, как-то не смогли настроиться, наверное, должным образом, не показывали нужную агрессию в защите, не ставили спину, нас сняли много подборов, и те ситуации, что мы разбирали, мы допустили на них ошибки. И очень плохо начали игру. То есть, как бы, вот так. Но все равно, конечно, лучше плохая победа, чем хорошее положение, и идем дальше. Да, во многом прав. Самое неприятное то, что те моменты, которые нам сегодня по защите не удавались, мы два дня перед игрой разбирали. Вот это очень неприятный, отвратительный момент. Опять плохое начало. Так же, как в предыдущей игре с Николаевым. Вот и потом нужно проявлять какой-то героизм, чтобы вытащить такую игру. Может быть, сложилось, может быть, может быть, усталость и физическая, и психологическая, но посмотреть другие чемпионаты, там люди тоже играют большое количество игр. Как-то же показывают хорошую игру и хороший результат. Значит, может быть, не хватает где-то нам чуть-чуть опыта. Ну вот через такие игры, я надеюсь, этот опыт и придет, чтобы идти дальше. Потому что команда молодая, и я так думаю, что мы еще не остановились, и можем спрогрессировать, и показать хорошую достойную игру. И, соответственно, при хорошей, достойной игре, хороший результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова